Доброе утро, спасибо, что пришли. Меня зовут Дубовский Александр. Будет доклар, посвященный теме Омега, десерты сези. Собственно, вопрос перед началом, перед тем, как это рассказывать. А кто из вас непосредственно вёрсткой занимается? А кто занимается чем-нибудь связанным с отслеживанием качества кода вёрстке? Спасибо. Немножко о себе, о нас. Я регулярно езжу на мероприятия и рассказываю доклады, посвященные биорспективизации. Просто потому, что это моя специализация, этим я постоянно занимаюсь. Очень любим дружить со всеми организаторами конференциями, спонсорами московского кэмпа, московских кемпов, киевских, почти всех, наверное, кемпов, прошлого, донецкого кемпа. Были какие-то социальные проекты, которые были Друпал-падкастов, потом они закончились. А они ещё поживут с Друпал Кэмп СНГ, ну и так далее, потихонку. И всех, соответственно, призываю быть активными участниками сообщества, потому что это делает мероприятие возможным. Недавно в Твиттере от разработчиков видел вопрос разработчика, который давно работает с Друпалом, поэтому ему понадобилось поработать с препроцессором. Он спрашивал, а что же использовать? Из популярных у нас же вроде как есть Лесоса при процессах, САСоса при процессах, Апстилус какой-то, который мало, наверное, кто использовал. Что выбрать именно в контексте разработки под Друпал? Извините, я поспрашиваю, потому что мне надо знать, какой объём рассказывать. Здесь разные варианты. Кто с САС работал непосредственно? Те, кто СЛЕС, вероятно, в контексте БУДСТРАПа. Вы перевернули моё понимание количество людей, работающих с САСом и СЛЕСом. Потому что я поднял статистику по ОРБУ, она немножко другая. Нам-то будет потом обсудить, почему это. Мне интересно будет поспрашивать, почему это. Есть опыт с Лесосом, а опыт с САСом. В Друпале наиболее часто встречаются теми, которые написаны на базе препроцессора САСоса и Лесоса. Для тех, кто не пользовался, что такое CSS-препроцессоры? Они позволяют Вам немного оптимизировать ручную работу, использовать в Вашем коде, посвященном стилизации. Переменные, миксины, функции, расчёты, всё что угодно. В результате правильного, красивого, архитектурно написанного кода, в случае, если Вам приходит дизайнер и говорит, вот Вы знаете, у нас тут требования поменялись, теперь у нас общая цветовая гамма немножко другая. В случае, если у Вас эта цветовая гамма обернута в переменную, то вне зависимости от объёма строк кода ССС, у Вас сильно изменит внешний вид, займёт 4,5 секунды. Ещё, возможно, секунд 15 на то, чтобы это откомпулировать. Сильно упрощает работу. Те, кто пишет по старинке в CSS, сильный смысл посмотреть просто. Может быть, это Вам сильно ускорит работу. Вообще, вопросом, как ускорить работу эростальщика, давно занимаюсь, это, наверное, одна из основных специализаций. Мы регулярно при сборе дизайнов в ёрмских сайтов засекаем, какое количество времени у людей уходит на сборку от макета до готовых решений, и какое количество времени потом уходит на подверг в маленьких типовых элементах. И на основе этих подсчётов мы выбираем умное решение. На базе RSSD Drupal сделаны такие темы, как Baseless, панели, Groundwork, Home, Versatility, портированный Bootstrap, кажется, кстати, на SCSS, насколько я помню. А на базе SCSS предпроцессора сделаны вот эти темы. Они считаются, и по количеству скачиваний и использований, одним из основных framework тем до семёров. То есть по объёму использования сейчас SCSS вроде выше, вроде потому что мы его просили, и будет интересным жильем. Из них наибольшее внимание рекомендую обратить на четвёртую Омегу The Foundation. Кто не работал с Foundation, это большой комплексный брейнворк вроде Twitter Bootstrap, который появился исторически раньше Twitter Bootstrap, он, наверное, более проработанно с учредением документации, меню формата и так далее. Он изначально писался под SSSS, и писался таким образом, чтобы вы могли большое количество параметров переопределять из-под этого нового векса. Ну, наверное, и с этим всё. Собственно, какую из этих тем можно выбрать на вскидку для разработки. Другие вообще есть критерии выбора framework тем. Кто как выбирает? Кто-то же пишет на Drupal на основе чего-то. SSSS. Наши темеры пользовались основным Zoomer Foundation, но потом всё сошлось к тому, что пишут губую тему с компасом, SSSS, и получается, по их словам, быстрее и легче. Я так делаю. Да, когда была третья Омега, я помню, что там это не нравится, и на Water Plate просто, например, выбирать. Буду? Да. Спасибо. Сейчас, на мой взгляд, для человека, который глубоко не копался в Drupal разработке тем, есть несколько сложностей. Во-первых, есть большое количество framework-ов для оптимизаторов там, кто любит Strap, Foundation, UiGid, Atletfm и так далее. При этом, непонятно, какой из них выбрать. Потому что мы знаем, что группа есть какие-то стили, которые потягиваются где-то друг, где у нас будет меньше срочная работа, и какая из тем даст нам меньше приключений в разработке. Первый вопрос, на который вы будете ответить, правда ли тогда. Второй вопрос, это, собственно, какие есть критерии качества темы для разработки, на что мы хотели бы обращать внимание прежде всего. И есть ли вариант, который дал бы возможность выбрать только голый каркас для разработки для девелопера, чтобы мы могли просто сесть, писать код и не заниматься раздражающими вещами вроде... А вот у нас... Мы начали делать на густарапе, а у нас пришло требование, что у нас там ширина пандингов между сеткой немножко изменилась. Я двигаю тебя в поле на ощупь. Вот это мелочное допилопливание элементов, которые каркасно связаны внутри, оно доставляет им удобство, поднимает время и просто раздражает. Что бы с этим можно сделать? Но может как можно обратить внимание на Омегу? Может быть, именно четвертая Омега может попробовать решить эту проблему? Одна из причин... Для меня лично, это самостоятельно субъективная вещь, что мне не нравится в прайбоках на основе количества разработчиков под CSS на орке. Когда я смотрел, и два года назад, и год назад, и полгода назад, количество людей, которые работали с CSS было больше. Поэтому для себя выбрали внутренним стандартам, в том, что мы все пишем на использовании процессора SCSS внутри. И мы начали смотреть дальше. Сильно популярен уже несколько лет бутстрап, который с третьей версии имеет легальные, официальные исходники в SCSS. Внутри в сердцах есть большое количество миксеров, функций, которые можно использовать для того, чтобы рисовать кнопочки, сетку, переопределять параметры. Они там есть. Но документации по использованию функций, по параметрам, которые они миксерно принимают внутри, вы практически ничего не найдете в этой странице. То есть у вас есть готовый End User Framework, который оперирует скорее классами для штемы вывода. Но не задокументирован для девелопера, так же вы как разработчик можете поменять какие-то параметры и сделать это просто и легко. К сожалению, документации у них немного. У того же Foundation на порядок больше, но тоже не идеално. Также меня сильно раздражает в готовых фреймворках стилистическая тирания. Большинство из вас, если посмотрите на какие-то сайты, сделанные на одном из популярных китовых прайблок, с кнопочками, табличками и так далее, вы скорее всего познаете густ травму. С первого, второго взгляда. Он видит. Можно, конечно, поклонтовать, но зачастую, если вы делаете на густарке, то это понятно, что это много странных. Вопрос с индивидуализацией. Некоторые категории дизайвера. Поэтому это не нравится. С другой стороны, мне как больших прайблоков тем, это высокая связность элементов. У нас в Foundation, например, очень сильно завязаны смежные классы на размер кнопочек, табличек и так далее. Перепредять что-то одно, вы можете поймать непрогнозируемые эффекты со стороны миксирования. Будете потом посмотреть, откуда это идет, почему здесь у нас полезла сетка на той или иной ширине Омеги и так далее. То есть мне бы хотелось иметь возможность писать перстку таким образом, чтобы там была низкая связность элемента. Когда мне нужно было, я бы что-то использовал под ключом. И, на мой взгляд, с использованием Омеги эта низкая связность становится возможной. Второй приятный элемент, почему мы сейчас полностью перейдем на 4 Омегу, это использование кодин-стандартов 4 Омеги. У нас есть на другом полу шикарнейший документ, которого очень раньше не хватало, который называется CSS-архитектура. Это набор стандартов, как более правильно мы оформляем нашу стилистику кода. От именования классов, заканчивая отступами, правилами и так далее. из наиболее приятных вещей визуально, которые банальны, давно известны по мануалу, там, вроде облик тарины CSS, это использование стандартов по именованию, для компонентов и модификаторов. компонентов что имеется в виду? Что если у нас есть какой-то там класс, ну, допустим, это будет меню или там слайдер, то через двойное подчеркивание мы пишем в расшифровку вложенных элементов. Слайдер обязательно есть у нашего есть заголовок, есть тело-сообщение, которое вам показывается. Я могу не видеть сам сайт, видеть CSS-код, и я, читая такой код, пойму вообще о чем идет речь. Причем я не привязан таким образом, если мы все правильно именуем, к конкретному штангу выводу, там, у слайдера может поменяться заголовок, с H2 на H3, либо CS5. С одной стороны, это мелочи, но на любом, на большинстве, скажем так, проектов стоимостью до 3000 долларов CSS-инкетимизация занимает до 30% времени, которое состоит как раз из таких мелочей. Таким образом, оптимизируя эти вещи, мы можем либо уменьшить себестоимость продукта, дать клиенту дополнительные пушки сэкономленное время и так далее. Следующий пример приятного описания кода это компоненты, модификаторы. модификаторы пишутся двойное тире вместо двойного подчеркивания и они отображают какой-то другой стилистический линию. Допустим, у нас есть кнопочка просто, которая связывает составные стили для нашего сайта бутон правильный вариант то, что вы видели в том же самом бистрафе бутон даджер бутон 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 сущность которую они называют лоялтой разметка очень будет интересно тем, кто не любит использовать панели с аргументом, что для небольших сайтов они в данном месте не нужны а потом оказывается что в какой-то контекст нам нужна совсем другая верстка совсем другая сетка и так далее и тут думаешь, что с этим делать у омеги 4 есть возможность работать с контекстом и переключать внешний вид разметки делать это аккуратно самым главным образом вы можете его теме омеги есть папочка layouts туда сложить папочку с названием вашего layout есть фронт пейдж лобок там сделать в тпп файле с тппп это фактически ваш пейдж основной в лобок содержится описание имя layout screenshot И в папочке исходников ССС с той же самой структурой, который в нужное место от компилеса подключится. В итоге, если у вас начинает плодиться контекст и плодиться объявл, то у вас будет порядок в теме. Мелочи с одной стороны, но чем дальше проект, эти мелочи, через 2-3 года большой проект может все экономить часы. Каким образом можно переключать контексты? Во-первых, Layouts дружат с модулем известным и популярным контекстом. Нужно будет скачать модуль Omega Context, который позволит вам просто при том или ином контексте пользователю за логином. Мы используем этот Layout. Пользуются ни за логином, ни другой и так далее. Можно передберять ручками в любом вашем модели. И, что самое интересное, можно подключить их как Layout и панели. Они дружат с карты. Для тех, кто не любит панели использовать Layout, вы в итоге сможете все равно из коробки использовать панели. И это будет легко. В связи с того, чтобы создавать институционные панели, можно использовать стены Layout? Да. Да. Могу, пожалуйста. Можно сказать, что есть часы. Ну, не спешать просто. Возможно. А. 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 Сетки. Если мы определили, что мы используем для группава SSS, потом мы определили, что нам может понравиться четвёртый вариант. Для девелопинга в ней очень мало собственных внутренних стилей, но в гем-файле вы можете подключать набор демо, есть некие стандартные, но при этом нет стилистической тирании, то есть вы можете подключать всё, что вам нужно. Хотите использовать сетку SYUSI? Пожалуйста. Хотите использовать сетку Salsa, ZenGreens? Вы также можете это делать легко. Просто подключайте EPM, пишите импорт в SYUSI и она у вас работает в тентере. Омега создавалась как тема с низкой связанностью, поэтому если вам не понравится эта сетка, вы можете легко выпилить, потому что скачанная голая Омега не навязывает вам какую-то конкретную идеологию того, что будет внутри, по кнопочкам сетки. Это приятно, когда у нас есть выбор, что же именно выбрать. Сетка, когда мы выбирали какую сетку использовать, нам было бы приятно иметь возможность выстраивать практически любую систему, поведения и т.д. Ссс-сеток не так много, как и вообще в принципе. Из них наиболее отличились в своё время, это как раз таки SYUSI из Arbitz, которая появилась из SYUSI, что EvoMedia 4 изначально использовалась в качестве основной техники. Сетка, которая прилагается в демо демонстрационной на вашем теме, использовалась сначала SYUSI первая версия. Потом они увидели, что есть прекрасная сетка Singularity Gs, и они её включили. Потом, я к сожалению не помню, в нем автором SYUSI это VXCZM, а автором SYUSI Семularity не помню. Они подружились и сказали, там были проблемы, связанные с в том, что мы объединим наши усилия. И вторую SYUSI практически писали авторы двух самых популярных сеток. Первая SYUSI и Семularity. Много слов в тем-то не работало, с этим будет сложно, извиняюсь. В качестве примера давайте подадим. Допустим, у нас есть...